Не так давно Китай считался не сильно развитой фабрикой планеты, страной, которая ничего не изобретает и только собирает товары по чужим чертежам. Ведь туда международные корпорации переносили производство, чтобы использовать дешевую рабочую силу. Но сейчас вы увидите поразительные кадры, после которых у вас не останется сомнений, что ныне эта страна – один из мировых лидеров области науки и технологий. Поехали! В 2020 году, пока весь мир боролся с сами знаете, чем правительство КНР потратило 378 миллиардов долларов на Research and Development R&D – прикладные научные исследования и испытания, нацеленные на разработку новых продуктов и сервисов. А в следующие пять лет эта сумма будет увеличиваться на 7% каждый год. Для сравнения, Россия, наоборот, уменьшает эту сумму. У нас она называется расход на НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Так вот, посмотрите на цифры. В 2020 году на них было потрачено около 7 миллиардов долларов, а в 2021 планируют потратить в районе 6. Интересное сравнение, не правда ли? Почти 400 и 7. Сегодня каждая пятая опубликованная научная статья написана китайскими учеными, и в ближайшие пять лет правительство Поднебесной планирует тратить на «чистую науку» на 10% больше денег. Причем это не просто никому не нужная фундаментальная наука для высоколобых философов. Китайская наука все теснее переплетается с бизнесом. В 2019 году правительство заявило, что ученые теперь имеют право брать отпуск продолжительностью до шести лет для создания собственных стартапов. При этом они продолжают получать зарплату и льготы, а их заслуги за этот период засчитываются в академической системе как научная деятельность. Правительство Поднебесной создает максимально благоприятные условия для ученых и бизнесменов, если они работают в определенных сферах, которые руководство страны считает приоритетными. Так, больше всего внимания в четырнадцатом пятилетнем плане Китай уделяет искусственному интеллекту, полупроводникам, квантовым компьютерам, нейронауке и генетике. Давайте разберемся, почему именно эти области имеют первостепенное значение и в каком состоянии они находятся сейчас. Искусственный интеллект. В этой области сейчас два главных конкурента — Китай и США. Главное преимущество КНР в этой гонке — это 1,4 миллиарда жителей, из которых 1 миллиард активно пользуется интернетом. Люди производят данные, а это топливо, на котором взлетает ракета искусственного интеллекта. Профессор Кай Фу Ли, один из ведущих экспертов в области ИИ, говорит, У Китая больше всего пользователей, и они производят невероятное количество данных, так как китайский быт пронизан цифровыми сервисами. Например, в Китае почти нет кредитных карт и наличных. Все пользуются мобильными платежами, то есть производят данные, на базе которых ИИ работает лучше. Профессор Ли был топ-менеджером в Microsoft, Apple и Google, так что к его словам прислушиваются все, кто хочет быть в теме. По его прогнозам, в следующие 5-10 лет ИИ станет частью любого бизнеса. Компании будут использовать его так же широко, как сейчас интернет и аналитику данных. Он приводит такое сравнение. Когда в обиход вошло электричество, кино заменило театр и оперу, ну а с развитием интернета все ушли на YouTube и в TikTok. Поднебесная уже сейчас обгоняет США и весь мир в такой сфере ИИ, как и распознавание лиц. Эта технология сильно зависит от количества собранных данных, и в Китае их собирают больше всего. Там расположены 9 из 10 самых просматриваемых городов и больше половины всех камер видеонаблюдения в мире. Во многом лидерство китайских компаний в сфере систем распознавания лиц связано с тем, что законодательство КНР не мешает сбору и обработке визуальных данных, а даже поощряет их. Технология распознавания лиц — это часть компьютерного зрения, и ее применение не ограничивается одной лишь слежкой за гражданами. Она используется, например, в медицине, беспилотных автомобилях и на заводах. За последнее время китайские университеты создали сотни новых мест для ИИ-профессоров и открыли сотни тысяч заведений для обучения АЗАМИИ. В результате в 2020-м Китай уже обогнал США по цитируемости научных работ об ИИ. Полупроводники. Никакая современная технология невозможна без компьютера. А компьютер невозможен без вот этой штучки — процессор, он же микрочип, он же полупроводник. В 2020-м из-за пандемии мир погрузился в микропроцессорный кризис. Работа стала удаленной, вырос спрос на компьютерную технику, и миру резко понадобилось больше процессоров. Но производственные цепочки были нарушены локдауном, ведь производство — глобальный процесс, большинство схем придумывают в США, собирают в Азии, а ресурс для них добывают по всему миру. Первым из полупроводникового кризиса стал выходить Китай, поскольку он лучше других был к нему готов. Пока другие страны тратили деньги на борьбу с коронавирусом, Поднебесная активно скупала микропроцессоры. Каждый пятый доллар, потраченный Китаем на импортные продукты, шел на полупроводники. Всего на них потратили 380 миллиардов долларов. В итоге многие страны стали испытывать дефицит чипов, а на складах китайских корпораций вроде Huawei их было с запасом. Все дело в том, что еще в 2018 году Дональд Трамп пригрозил запретом на продажу микрочипов некоторым китайским компаниям, и Поднебесная сполна осознала свою уязвимость. Ведь Китай использует 60% всех микропроцессоров в мире для товаров на внутренний рынок и на экспорт, однако производит только треть необходимых ему полупроводников. Если лишить его внешних поставок, все производство встанет. Поэтому усиление производства микропроцессоров у КНР в приоритете. Например, в 2020-м инвестиции в китайские полупроводниковые фирмы выросли в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Заводы по производству процессоров — одни из самых сложных производственных структур. На их создание уходит много времени и денег. Чтобы завод заработал, его необходимо укомплектовать сложной и дорогой аппаратурой, нужны редкие материалы и высококлассные специалисты. До недавнего времени производством микрочипов занималась небольшая кучка компаний, монополизировавших рынок. Но на фоне резкой нехватки чипов рынок быстро демократизировался. Заводы стали нужны всем, так что в 2021 году их строительством занялись не только специализированные корпорации вроде Intel и Qualcomm, но и такие техногиганты, как Apple, Google и Amazon. В Китае собственные процессоры начинают делать известные по всему миру производители смартфонов и компьютеров Xiaomi, Huawei и Oppo. Главный китайский поисковик Байду занялся производством чипов для умных автомобилей. Алибаба Джекама теперь выпускает чипы для ИИ и облачных вычислений, а ByteDance — владелец TikTok для своих серверов. Коротко говоря, китайцы максимально серьезно относятся к микропроцессорам — своей ахиллесовой пите, поэтому теперь бросили на их производство все силы. Так что вполне вероятно, что скоро Поднебесная вырвется в лидеры по производству микрочипов, и тогда США уже не сможет пугать их санкциями в этой сфере. Квантовые вычисления В конце 2019 года в Google заявили о достижении квантового превосходства. Их квантовый процессор Сикамор за минуты справился с вычислениями, на которые у обычного суперкомпьютера ушло бы 10 000 лет. А в конце пандемийного 2020-го китайские ученые сообщили, что их фотонный квантовый компьютер Джузен побил рекорд Google. За считанные минуты он справился с вычислениями, на которые третий в мире по мощности суперкомпьютер потратил бы 2 миллиарда лет. Звучит красиво, но пока эти квантовые машины мало на что способны. Чтобы квантовые компьютеры работали как следует и выдавали надежные результаты расчетов, их нужно полностью изолировать от окружающей среды, в том числе от температурных и электромагнитных воздействий. А это пока физически неосуществимо. Поэтому их вычисления остаются шумными, окружающая среда влияет на точность результата. А чтобы получить точный ответ, ученые корректируют результаты квантовых вычислений другими вычислениями, тоже очень сложными. Сегодня существует около двух десятков моделей квантовых компьютеров, и пока никто не знает, какие из них окажутся самыми эффективными. Например, Google продемонстрировал квантовое превосходство с помощью сверхпроводников, а китайские ученые — с помощью фотонов. И обе модели работают для очень узкого спектра задач. Тем не менее, в ближайшие годы основная гонка развернется в сфере практического применения несовершенных шумных квантовых технологий. Один из ведущих современных ученых в области квантовой физики — китаец Панзяньвэй, которого журнал Nature называет «отцом кванта». Именно он курировал создание компьютера Чюзэн, продемонстрировавшего квантовое превосходство. А еще в 2017 году он совершил прорыв квантовой коммуникации и криптографии. Тогда китайский спутник Майсиус с помощью фотонов в квантовом состоянии позволил провести видеоконференцию между Китаем и Веной, которую невозможно было взломать. Нейронаука Считается, что в следующее десятилетие мы увидим бум новых компьютерных архитектур, и одним из наиболее многообещающих направлений считаются нейроморфные компьютеры. Разработчики вдохновляются устройством человеческого мозга и используют для их создания системы глубинного обучения. Нейроморфные системы будут лучше анализировать нейроструктурированную информацию, что сможет приблизить человечество к созданию того самого сильного ИИ — AGI. То есть ИИ, способного мыслить и осознавать себя. Именно таким ИИ любят воображать научные фантасты. В этой сфере особо выделяются китайские ученые из университета Цинхуа, альмаматор генсека Си Цзиньпина. Они первыми представили модель нейроморфной завершенности, то есть рабочую модель нейроморфного компьютера, в нескольких статьях для журнала Nature. Они также создали работающий по принципу биологических нейронных сетей чип Тайэнджик, который уже сейчас можно встраивать в автономные велосипеды. Но еще интереснее — китайские разработки в сфере исследований человеческого мозга. Запад наслышан о нейроимплантах, мозговых компьютерах, компании Neuralink и Илона Маска. Но пока Маск экспериментирует на свиньях и обезьянах, в Китае не первый год проходят испытания по взаимодействию нейроимплантов с мозгами реальных людей. В начале 2000-х годов китайские ученые проводили эксперименты на наркозависимых крысах и макаках-резусах. Операции на мозгах этих животных приводили к заметному уменьшению зависимости. В 2004 году китайские нейрохирурги провели не меньше тысячи операций на мозгах страдающих опиоидной зависимостью людей. В целом эксперимент считался успешным, так как привел к уменьшению рецидивов у прооперированных наркозависимых, и только у некоторых из них выявили ощутимые побочные эффекты. А уже в 2010-х китайские ученые от простых операций перешли к техникам нейромодуляции, усилению или подавлению мозговой активности с помощью вживленных в мозг устройств. В 2019-м мир узнал историю Яна, 33-летнего мужчины с зависимостью от метамфетамина. В нейроклинику его привел отец, поставивший ультиматум, или опять на реабилитацию, или к нейрохирургам. Ян выбрал нейрохирургов и глубокую стимуляцию мозга. Ему просверлили череп в двух местах, вживили в мозг электроды и вшили в грудную клетку батарейный блок питания для мозговых электродов. Теперь доктор может управлять активностью вживленных в мозг Яна электродов с помощью приложения на планшете. «Эта машина – чистая магия», – говорит Ян. Доктор велит ей сделать тебя счастливым, и ты чувствуешь счастье, или сделать тебя нервным, и ты нервничаешь. Она контролирует твое счастье, злость, скорбь и радость. Генетика Успехи китайских генетиков признаются учеными всего мира. Например, Китай находится на втором месте после США по количеству научных статей в области биомедицинской инженерии. Однако генетики Поднебесной связаны с чередой скандалов, в основном вызванных нарушением общепринятых морально-этических норм. Так, в 2001 году китайский ученый вырастил в лаборатории эмбрионы кроликов с ядрами клеток кожи, взятыми у семилетнего мальчика. Из получившихся гибридов можно было брать эмбриональные стволовые клетки. Благодаря китайским экспериментам с техникой редактирования генома CRISPR-Cas9 на обезьянах, человечество узнало, что ДНК эмбрионов циркулирует в крови матери. В 2018 китайский биофизик Хэд Зянькуй объявил, что с помощью CRISPR-Cas9 он успешно модифицировал ДНК человеческих эмбрионов и сделал их менее уязвимыми для ВИЧ. Китайский суд строго осудил Зянькуя за погоню за славой и прибылью, посадил в тюрьму на три года и выписал штраф на 3 миллиона юаней — 430 тысяч долларов. В 2019 году генетики из Китайской академии наук модифицировали гены макак-крабоедов, чтобы вызвать у тех аутичное поведение. Это помогло лучше понять природу аутического расстройства. При этом они уже сейчас успешно клонируют приматов и поставляют ученым всего мира 95% трансгенных обезьян для разнообразных экспериментов. Китайская компания BGI Group — один из мировых лидеров по секвенированию геномов человека, животных и растений. Показательна ее история. BGI была создана ученым Ванг-Яном в 1999 году как негосударственный исследовательский институт для участия в международном проекте «Геном человека». BGI и Ян тесно сотрудничали с государственными университетами, обменивались опытом и учеными. Со временем BGI превратилась в коммерческую компанию, хотя сотрудничество с государством не прекратилось. Такое переплетение частного и государственного для Поднебесной — абсолютная норма. BGI отвечает за формирование национальной базы генетических данных Китая, с которой косвенно связаны вот такие, например, проекты. Китайская полиция намеревается собрать кровь у 700 миллионов китайских мальчиков и мужчин для создания генетической базы данных. Материал собирают в первую очередь у мужчин просто потому, что они чаще женщин совершают преступления. Такую амбициозную цель поставили после успешного эксперимента в провинции Хэнань, где полиция за два года собрала образцы крови 5,3 миллионов мужчин. Сейчас Китай владеет базой данных 80 миллионов генетических профилей — самой большой в мире, и у него есть все шансы стать мировым лидером в области генетики. Сила китайского научно-промышленного комплекса заключается в совместной работе государства и корпораций. Государство выступает в роли большого брата, выделяет компаниями ученым грант и освобождает от налогов, создает особые условия на уровне законодательства. При условии, что цели ученых и бизнесменов совпадают с целями партии, конечно. Что скажете после всего этого? Согласитесь, создается впечатление, что мы живем на каких-то разных планетах. Только вот насколько такая китайская планета со всеми этими пугающими технологиями в конечном итоге дружелюбна к человеку? Давайте обсудим в комментариях. Благодарим вас за просмотр и до встречи в следующих выпусках на нашем канале.